здравствуйте дети вы уже старшеклассники 9 10 класс и скоро вы выпуститесь во взрослую жизнь для того чтобы жить прожить прожить красиво счастливо успешно нам нужно знать некоторые правила чтобы не ошибиться почему вам мы должны разъяснить эти правила сейчас и разъяснять вашей школе эти правила в течение всего периода обучения потому что эти правила они способны вас оградить от ваших ошибок юный возраст характеризуется тем что вы доверчивы не имейте богатого жизненного опыта вас могут обмануть вас могут вовлечь вошенники в совершении каких-то противоправных страшных действий все наверно слышали что такое мошенничество слышали о таких преступлениях есть и другие преступления более тяжкие менее тяжкие например помои очень интересных повреждений или убийства это все уголовно наказуемые преступления есть такие преступления как угон автомобилей а грабеж открытое хищение чужого имущества тайное хищение чужого имущества это кража разбой когда ощущают чужое имущество и при этом избивают человека или угрожают оружием ножом по преступлению более 360 статей и они предусмотрены уголовным кодексом российской федерации за совершение преступления грозит уголовная ответственность а какие виды наказаний вы знаете что молодец сразу видно будущее юриста также есть тюрьмное наказание то есть тюрьмой каранда а на мы сейчас разбираем уголовный кодекс есть еще один Кодексом административных правонарушений. Семейный кодекс, земельный кодекс и другие кодексы. Очень много их на самом деле. Мы сейчас остановимся на преступлениях. Конфискация имущества, конфискация похищенных вещей. Как себя оградить от совершения преступлений? Ведь часто детей, детей, подростков вовлекают в преступлениях взрослые, мотивируя их на совершение преступного деяния, чем? Например, вовлекая, обещая что-то подарить, чем-то угостить, накормить. А иногда ребята просто говорят, вот залезь в окошко и все. И вытащи там телевизор или магнитофон. Поэтому, ребята, надо нам к самому себе относиться очень строго. И когда вас вовлекают в такие дела, залезь в окошко или, вон, видишь, наставилиши телефон, внеси ко мне его, пожалуйста. Тут надо думать, а добрый ли это человек? Или, допустим, человек может сказать, мы сейчас сделаем кое-что, но ты маме об этом не говори. И что мы с тобой будем что-то сделать плохое? Геллеру, не рассказывая, воспитателю не рассказывая. И вы можете задуматься, а хороший ли это человек? Раз мне придется от мамы скрывать какие-то свои дела. Хороший, что ли с ним дружить? Или от воспитателя? Поэтому вот анализ, когда мы думаем, анализируя свои действия, это очень хорошая вещь. И она, когда мы думаем, размышляем, разумно живем, этот анализ способен нас спасти от многих неудач, многих неуспехов и противоправных действий. Вот смотрите, вот это кодекс об административных правонарушениях. Какие есть статьи административного кодекса? Давайте я вам расскажу. Если самые тяжкие преступления, самые тяжелые, это уголовный кодекс, то это средние тяжести. Это средние тяжести. Это да, это правонарушения. Допустим, мелкого хулиганства, когда люди матерятся, в общественном месте, в набра, курят в общественном месте и употребляют свои напитки. Вот смотрите, вот, будьте употребляйте наркотические средства. Это все предусмотрено административным кодексом. Но за незаконный оборот наркотических средств еще есть статьи в уголовном кодексе. То есть из-за этого, чтобы сесть в тюрьму. Сесть в тюрьму и потерять свою жизнь. Портить свою жизнь навсегда. Ребята, смотрите, вот я хочу остановиться о таком административном правонарушении, как распитие спиртных напитков. Это настолько вредно, это настолько плохо. Курение, употребление наркотических средств это разрушает интеллект, разрушает здоровье, разрушает мозг. И, допустим, если вы сейчас прекрасно знаете таблицу умножения, да, или хорошо пишете без ошибок, то я сама сталкивалась с людьми, которые следствие длительного распития спиртных напитков, они уже не помнят таблицу умножения, они уже не помнят элементарных правил. Не помнят, одна знакомая женщина рассказывала, что она помнила какие-то в ее возрасте большие поэмы, огромные произведения. Я попросила ее рассказать, что она помнит, но она там какие-то чуть-чуть распишет, короткие вспомнила, и все. То есть употребление спиртных напитков так воздействует на мозг, на интеллект, что человек теряет интеллект, теряет рассудок и уже не может вспомнить то, что знал, и то, что думал, и будет знать всю жизнь. Вот именно алкоголь, спиртные напитки, они разрушают наш мозг. Ну, это так. Что я еще хотела рассказать? Правда, я еще хочу рассказать, ребята, об ответственности за митинги, за незаконные митинги. Вот сейчас злые силы России, они хотят разрушения нашей Родины и делают митинги, незаконные шествия, незаконные собрания где-то в общественных местах. И очень вот эти злые люди, очень охотно они приобщают, призывая детей. Именно детей, они начинают доказывать, что что-то зловременное происходит в стране. тут тоже нужно включать анализ, думать и, конечно, не идти на поводу узных людей и не участвовать в митингах, шествиях. Административная ответственность, предусмотренная этим кодексом, составляет за участие в незаконных митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях, кредитирования, штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Так что имейте в виду. На родителей имеется в виду. Да, штраф будет возложен, ну, если вам нет 16 лет, то возложен на родителей. А если вам уже есть 16 лет, то на ребенка, на ребенка. Не работает ребенок, родители в любом случае. Да, да, ну, потому что, да, дети обычно, они у нее работают, да, узкая категория несовершеннолетних оформляют такую, так называемую, институтное деяние. Не употребляйте спецы и напитки и ведите здоровый образ жизни. Я думаю, вы уже определились в профессии, кто кем будет. Определились? Да. Очень важно это сделать. Потому что, когда есть цель, тогда мы идем прямо к цели, да, а не вот так, вот там, в другую сторону. Поэтому уже пора определиться, кем вы будете, кем станете, и эти предметы изучать получше. Спасибо вам за внимание. Так, но самое главное, для чего все это рассказывают? Это все прописано у нас, кто знает, в чем? В Аббаре. Ну, как этот закон? В Конституции. В Конституции. То есть вы только родились, вы только родились. И вам уже дают документ, свидетельство о рождении, право на рождение. И все это прописано в Конституции Российской Федерации, да? Здесь есть именно о правах ребенка, который только родился. И с 17 статьи до 73 здесь прописаны все ваши права. Что ребенок должен, что он, какие имеют права ребенка? Какие руку поднимаем? Как вы думаете? Какие? Учиться. Еще? Разбегание. Разбегание. Семье имеет право ребенок? Да. Учиться он имеет право учиться? Творчеством заниматься? Да. Спортом имеет право заниматься? Еще? Так же, так же, на медицинскую помощь есть право. Оказать на медицинскую помощь. Еще? За какого-то? А? Лайф. Это о правах. А есть еще другая? Другая, это обязанности. А, умная девочка, да? Обязанности. Вы все требуете. Мама, хочу телефон, хочу компьютер. Кто хочу? Это хочу. А когда вам говорят, мама, нужно поиграл, убрать игрушки на место. В школе позанимался, доску вытер, все сложил. И что дальше? Учиться должен, уроки, домашние задания делать. Это ваши права и ваши обязанности. Еще главное. Вы живете в какой стране? В России. В России. Значит, мы живем в городе. Вы гражданин, все гражданин России. Вы только родились, вам выписывают лейтство рождения. Вы уже записаны, что вы гражданин российской федерации. То есть, важно в вашем документе написаны. Потом, когда вы 14 лет исполнится, вам уже дают паспорт. 14 лет кому? Мне. Вот у вас уже есть паспорта? Вот паспорт. Это законный паспорт. Потом, когда вы уже будете тросты, паспорт будет меняться на более притерный период. Кстати, я знаю, за скольки меняется паспорт. Ну, сначала 14, потом 20, а потом уже 45, когда вы уже подруги. И до смерти, да? Да. Да. Молодцы. Посмотрите, ребята. Права дальше. Имеет ли, вот я тяжу дома, это мой дом. Имеет ли право зайти сюда чужой человек? Нет. Даже вот здесь. Вы живете в своей школе, интернете, у каждого есть, у вас у всех есть комната, где вы спите. А я пришла и ровюсь там у Василины в партнер. Я имею это право делать? Нет. Это нарушение прав собственности. Поэтому ничего делать нельзя. Вы имеете право залезть на кухню, допустим, взять конфетку? Да. Правда. Нет. Вы как только говорите, да, у меня, посмотрите, я сразу паузу даю. Лоб, лоб. Нет. Ребята, сегодня мы с вами говорим очень серьезный день. О правах и обязанностях. А родину любить вы должны? Да. А мальчишкам 18 лет исполнится. Что они должны делать? Парни. 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 Мальчишкам 18 лет. Парни. Мальчишкам 18 лет. Иди-ка, пожалуйста, да. Это очень серьезный вопрос. И вы так шутко отвечаете, что вы готовы за конфету, за доллар, пойти митинговать и говорить, что Россия ваша родина, малая родина наша, Владивосток, да? Малая родина. И вы готовы пойти и говорить про свою родину? Плохо? Нет, конечно. Поэтому, пожалуйста, вам Наталья Борисовна говорит, надо думать о том, что вам здесь говорят. Вы должны подумать, вы наоборот должны сказать, прийти здесь, в школе, и сказать Ирине Геннадьевне, или Абсану Юрьевне, или кому-то взрослому сказать, что к нам приходил вот такой дядя, и чайный сюда зашел, и он назвал на митинге, все прочее, и говорить плохо, и предлагал нам конфет. Понимаете? Вы взрослые люди, вам уже 14 лет, вы несете полную юридическую ответственность, и вас также привлекает юридическая ответственность. Вот в этой книжке это прописано, что вы не освобождаете над юридической ответственностью. Вот так же могу доказать, что вам не интересно? Если вам не интересно? Интересно. Теперь, как это, уходите. Кому интересно, слушайте, я лично со своими студентами так говорю. Если вам не интересно, встали в шею. Останьте с этим человеком, я буду для него работать. Потому что это неуважение. Вы к вам пришли, чтобы вас предостеречь, чтобы вам помочь, еще помимо того, что ваши учителя с вами каждый день об этом говорят. И мы пришли для этого, чтобы вы еще больше знаний получили. Еще более были внимательны и осторожны во всех своих поступках. Вот для этого вот сейчас. Мы сейчас разделимся, вот здесь по пять человек, да? Садимся, дети, иди сюда. Сюда, садитесь за стол и будем вот здесь. Подойди, пожалуйста, к папе. Я вам даю вот такой папа. Наверное, это те, кто угадает, не идти, да? Садится, Петров. А. Вы свободно идти, Садя? Да. И группа, пожалуйста, есть. Садится, садится, садится. Вот. Садится, садится. Значит, пишет первый вопрос при рождении. Право, при рождении. Вот так. Переворачиваем. Сейчас, будем, будем. Поздравляем. Слава, писать не умеешь. Я просто не достану, я просто не достану. Надо кому достану. Так, читаем вопрос. Первое. Правый человек превратается, и вы... Пере рождение. Отдается. Продается это? Отдается, понятно. Или выписывается документ? Отдается. Это выдается, при рождении правку дают, потом здесь два рождения в ЗАГСе выдают. Ну, откройте, вот у вас даже шпардалка здесь, я вам специально положила. Посмотрите, как я. Садится. Садится. Не влияет. Любые или способы можно отставить свои права. Имеем ли право в местных существах жизни? Нет, да? Все? Тихо. Да, братцы, имеют ли право в них, потому что они в чем-то превосходят людей без инвалидности? Это не имеет значения, да? Да. Имеем ли право объединяться в общественной организации жизни для того, что это? Можно? Можно? Можно объединяться, да? Да. Для решения твоих программ это же будет? Да. Да, конечно. Можно ли выставить место? Да, можно. Мой мест в 10 лет. Да. У нас в 10 лет. Так, молодец. Имеем ли право в местных существах жизни? Да. Да. Является ли право на образование обязательным для каждого человека? Да. Да. Да? Господи, человек, может быть. А что ты тут сказал? Да. Трево. Да. Что такое написалось? Да. Это про десятки? Да, эти десятки. Да? Так, ребята, что мы делаем в этой группе? Хлопаем. Хлопаем? Удачи! Удачи! Ахлопаем! Я хочу вас позавить! Да. Вы? Крупа номер один. Внимание. Вы слышите, что вам говорят? Мы можем сказать, что отверстие тоже внимательно уменьте. Право, когда приобретаются, они даются при рождении. А что дается при рождении? Право на жизнь, право на... Сиденты с два рождения выписываются. Возможно ли, оставивая свои права, нарушать права другого человека? 50-50. То есть, если я бы ей полезу с травмой, то нет. А если я буду оставиваться с уроком, чем-то другим, то да. Так, Наталья Борисовна, правильно опит? Соответствует, да. Так, поехали дальше. Если мы не имеем равные права, влияет ли пол, национальная тезиска, создание на право. Если мы проживаем сегодня в стране, мы все равны между собой. Молодец. Любовь или есть способом можно оставить свои права? Нет. Драга нельзя, убийство нельзя, ворозунг нельзя и так далее. Это нарушение закона. Молодцы. Так, дальше. Имеем ли мы право вмешивать частную жизнь другого человека? Нет. Если он против, то нет. Да. Имеет ли право люди без инвалидности утверждать, что они в чем-то преводходят людей без инвалидности или наоборот? Нет, мы все равны. Имеем ли мы право объединяться для защиты своих прав? Да. Митинги. Можете ли вы ставить ребенка? Станционированные. Придесятом, да. Можете вы ставить? Да, 35 лет и 10 лет гражданством. Имеет ли право человек с инвалидностью работать? Да. Конечно. Да. Является ли право на образование обязательным для каждого человека? 50 на 50. Если бы мы все дали, то мы все дали. Так, сразу у нас как эксперта Наталья Борисовна. Дети правят эту группу? Да. Участвовать в митингах запрещено, а не санкционированных митингах запрещено. Вы собираетесь для защиты своих интересов запрещено? Да. Вы собираетесь для защиты своих интересов запрещено. Ну вы позднете этимpledом? Вы больше не должны. Закончена 2021 года. И это В 봐. Подожди! Правда. Поехали в Европе? Впереда в Редактор. Вы прошли? Третья группа, попалось мне. И так группа номер три. Так, кто у вас будет отмечать? Никита. Кто читает? Никита. Молодец. Правы человека приобретаются и выдаются при рождении. При рождении. Молодец. Возможно ли отстаивать свои права, отмечать права другого человека? Нет. Все люди имеют права, влияют на национальность, язык и так далее на право человека. На, слышу? Нет, не любыми способами. Это четвертая. А третий ответ? А, нет. Ага. Есть права, которые даются при рождении, приобретаются при рождении, а есть права, допустим, права на труд, которые приобретаются спустя какие-то годы, время. А дальше поехали. Любыми ли способами можно отстаивать свои права? Нет. Вы. А, нет, написано, нет, не любыми способами. Так, а четыре. Имеем ли мы права вмешиваться в частную жизнь и прочее? Нет. Правильно? Шестой вопрос. Имеют ли права люди без инвалидности и утверждают, что они в чем-то приложивают людей без инвалидности и наоборот? Нет. Вы же как все. Умеют ли права принять общественные организации и союзы для защиты своих правов? Да. Можете ли вы стать президентом? Да. Умеют ли права чрезвычайности и общественные федерации? Являются ли правами образования обязательными для каждого человека? Да. Ну, вот смотрите. Здесь подпорим. Здесь подпорим. Понимаете? Вот люди-то разные. Разные? Есть человек, который очень-очень тяжелый, больной, он не может учиться. Постяки. Ну, там, конечно, и ситуации просто. Индивидуально. Да, да. Так, конечно. Индивидуально подпорим. Имеете ли права человека заниматься творчеством, художественным и техническим? Да. Имеете ли права? Да. Так. Обязаны ли люди с инвалидностью платить налоги, помимо всех и посуды людей? Да. А что я буду платить налоги, извините меня? Я инвалид. Имеете ли права, так девушка, то все. А? А я не хочу платить налоги. Надо. Получила. Получила. Молодец. Устроилась на работу. Получила 5 миллионов. Да. Я говорю, пути налоги. Я говорю, что куда там пакет? Надо. Да ты что, серьезно? Ну а вот допустим, они стоят. Это очень негативно. А подниму, ты стоят. Я не хочу платить налоги, за налоги. За собственных инвалидов, сходи налоги. Потом за землю, за транспортное средство, если я откуда-то, за это, взвалиды, денежные средства. Дальше поехали. Какого можно сказать, что мы имеем самостоятельно осуществлять средства? Вася, нет. Нет? Уже 14 лет паспорт дали, он уже может устроиться на работу. Что? Что? Служба с занятостью. Я пошел на работу. Вася, промоутер в городе 37000 месяцев. Почему? Промоутер. Да. Я на кто работаю? Да, все. Вы можете услышать. Я на сутки смотрю. Все? Молодцы? Четыре года. Все. А почему я работаю? Я не могу, я не могу, я не могу. 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 Кто-то хочет из вас? Дети? Пожалуйста. Вы прослушали интересный материал. Хотите ответить мне на вопросы? Я прошу вас. Подойдите, возьмите анкету. Ответьте. А? Подходите. Сложного энергии чего нет. Кто хочет ответить на вопросы анкеты? Пойдем? В какой анкету? Одно. Кого? Кого? Продолжение следует... Я вам передаю. Подкупаю вас. Я подаю. Как она называется? Сделка. Судя конкретно? Конечно. Почему? Ой, я не знаю. Если я даю, я хочу ответить. Мне уже не интересно. Там 5 книг. Я вас подкупаю, чтобы не ответить. Что я даю? Не зарушаю закон? Да? Ямко. А за взятку садят туда? Да, в тюрьму. Паша, которая... Сильки, сильки, сильки. Ну, движетесь. Можете отвечать на вопрос? Конфеты не получат. Не хотят. Чего? Папа, мама. Папа, мама. Спасибо. Спасибо. А где твоя рука? Нет. Бери, пиши. А конфету отдай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА